Раз и навсегда. И сегодня Марина Николаевна уже озвучила идею Союза Российских Саамов. И хочу сказать, что при подготовке этого съезда, я не занимался его подготовкой, я занимался работой над уставом будущей организации. Проводили консультации, то есть устав такой, устав Союза Российских Саамов, он был разработан. И эта организация подразумевает под собой объединение любых саамских организаций, которые сохраняют свою независимость, свою автономность, но в то же время они будут объединены единым органом, единым Союзом. Есть некоторые положения здесь прописаны по поводу относительного управления Союзом, в котором написано, что органами управления Союзом является высший орган съезд коренного народа, съезд Саамов, единоличный исполнительный орган, председатель Союза и постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Саамское собрание. Я считаю, что сегодня на данном съезде мы, может быть, надо рассмотреть подробно, то есть так детально, может быть, проголосовать за него концептуально, но принять решение о том, что нам такой Союз нужен, что мы должны его создать и объединить под собой, под этим Союзом, все саамские организации и представлять свои интересы в органах власти любого уровня единым фронтом. Я передаю устав Президенту. Я предлагаю проголосовать за создание Союза Российских Саамов. При необходимости может быть устав, помогите мне президенту. Прямо в течение. Это проект устава, а не проекты. Создать этот устав детально, либо концептуально за него проголосовать, что да, такая организация нам нужна, мы ее создаем, а уже искренним органам поручить довести работу над этим уставом до конца. Когда успел устав написать? Нина Алексеевна, у меня было время, я же говорю, я 5 лет занимался наблюдением. 5 лет работал? Нет, ну не надо уставом, 5 лет. 5 лет я наблюдал. Долго. А написать устав в окружении... Советчиков? В окружении людей, которые могут дать полезные советы, толковые советы, это не проблема. Пара минут, и все готово. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, Наталья Галиловна. Мне очень хочется, конечно, свою мысль, но все-таки я думаю, что всегда должна быть договоренность, и мы должны прийти к какому-то консенсусу. Но Елена Семеновна сказала несколько раз вот эту замечательную фразу, мы здесь собрание, собрание, я всегда говорю, самское собрание, самсобор, самсобор. А сейчас Андрей Геев тоже сказал, что это вот наше собрание, и собрание самсобор, да. Объединение организаций под союзом, это замечательная мысль. Не то, которое нам предлагали просто создаться под крышей ассоциаций. Я как представитель автономии, я вообще не пойду на это, я сразу говорю, это мое мнение, конечно, мы будем решать это с людьми, но дело в том, что мы далеко, Кировская Патита, Полярные Зори, я это говорила и говорю, нас нету для Мурманска и Лавозера. Это я могу просто для нас, мы просто, никто на нас внимания не обращает. Когда была создана автономия, только тогда началась работа. И это любые там, и отдел культуры, да, и люди в городе могут вам сказать, что только с этого момента о нас стали знать. Поэтому союз самов, это замечательная мысль, да, мы знаем, что есть, опять же, я склоняюсь к граничному опыту, не потому что это парламент, да, потому что какие-то политические организации, потому что это у них действительно замечательный опыт, и мы опять же обращаемся к их опыту. У них союз самов, у нас получается свой союз самов, да. Вот, поэтому это замечательная мысль, и подъединиться под союзом всем организациям на равных условиях, это замечательно. И опять же, у нас прозвучало слово сам СОБР, да, то есть в принципе мы пришли все равно к нашему сам СОБРу в любом случае. Я считаю, что это нормальный хороший компромисс, и его стоит обсудить. Спасибо. Ольга Андреевна, перебириться. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Я не часто выступаю на таких больших форумах, но сегодня пришлось мне побыть здесь. Я слушала, не выступала, не говорила, слушала, и пришла к такому мнению. Вот сам СОБР, это самское собрание считается. Парламент, о парламенте я много-много слышала, но я считаю, что сам СОБР, это самое будет лучшее, что мы будем иметь. Почему? Я могу привести пример. Я 20 лет проработала в городском совете ветеранов нашего города, большого города. И у нас не было регистрации. Была общественная организация, менялись, время менялось, менялись главы администрации, давали деньги, вкладывали в бюджет. А вот в 2014 году появился новый глава администрации, изменились положения, налоговое изменились положения. И нам ни рубля, ни вложили. И поэтому мы целый год без денег работали, жили, работали. Мы работаем с пенсионерами, с лежачими, ходячими, ходим по квартирам. Мы уже все в таком возрасте. Поэтому надо этому сам СОБР, это мое личное мнение, зарегистрироваться. И несколько человек, 4, 3 человека, 5 человек, внести, выбрать, внести. И при правительстве есть у нас, Андрей Васильевич, подскажите. СОБР. Да, вот и везти туда этих людей, чтобы они совместно работали. Когда мы еще создадим союз российских самов? Ну, если на это пошло, конечно, мы создадим. Но до этого можно и сделать так, чтобы все сами работали вместе. Не только общины там работали, а работали сами из общественных организаций. Правильно сказала Ольга Григорьевна. Надо объединяться. И давно надо уже объединиться. Не так вот приехали и смотрим друг на друга. А зачем приехали, кто спрашивает, никто не знает. Я спрашиваю, а что приехали? Вот съезд есть, висит. Там говорят не то, но не знаю. А я считаю, что если меня не делегировали, потому что уже, может, по возрасту, я приехала как гостья. И я считаю, я приехала на съезд самов Мурманской области. Я говорила своим, которые у меня есть, члены, и проводили они меня на съезд. Поэтому я должна приехать и сказать, что съезд у нас состоялся. Все. А дальше, как будут самоработать, время покажет. Время меняется. И все меняется. И мы будем дальше работать. Если мы объединимся, значит, это будет хорошо всем. И правительство наше по-другому будет смотреть на нас. А не так, что слышат наши все ссоры, всякие, недомолвки. Одни говорят на других. А тут будет единый орган. И будут работать все вместе. Мы живем в России. Мы все российский народ. Я не гостья здесь, на севере. А я дочь России. Потому что я здесь родилась. Здесь выросли мои дети. Здесь мои родители. И стихи я пишу. Вот последняя книжка вышла стихов моих. Да, я так и написала. Мои раздумья дочери тундры. Поэтому я желаю вам дальнейшей работы плодотворной. Чтоб мы смотрели друг в друга в глаза. Чтоб мы улыбались. Видели друг друга. Слышали друг друга. И большая проблема, чтобы мы не слушаем и не слышим друг друга. В этом большая проблема наша. Я вспоминаю работу в детском саду. Когда дети слушали. 38 человек смотрят на тебя и слушают. И ни один не шевельется. А здесь взрослый народ. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, сколько людей, столько и людей, конечно. Я думаю, что каждый из нас все-таки с уважением относится к сегодняшней нашей работе. Несмотря на то, что мы слышим критику кого-то. Кто-то говорит о том, что мы работаем хорошо, кто-то плохо. Ну, мы люди, все мы живые. И каждый имеет свое мнение. Но все-таки наш съезд работает. И мы должны принять те решения, которые мы должны принять. Чтобы мы не ушли отсюда только с разговорами. Еще есть выступление, пожалуйста. Уважаемые участники сегодняшнего съезда. Очень много, как бы, двое чтения. То ли съезд, то ли нет. То ли первый был, то ли второй, то ли нет. Второй был или нет. И сегодняшний съезд тоже как бы ставится под сомнением. Нам очень популярно объяснил Александр Владимирович и Юрий Юрьевич. Большое им спасибо. Какая-то ясность у нас теперь, я надеюсь, нарисовалась. И я предлагаю, есть предложение Марине Николаевне и Ольге Григорьевне объединиться. И новая, совместно уже под одной звездой нашей полярной большой зарегистрироваться. То, может быть, уже надо прийти к тому, что создать опять какой-то рабочий орган по организации вот этого органа. Союза российских самов. Потому что, ну, коль все, это... Или кольских самов. Это как уже решают релегаты все это. Спасибо. Это замечательно, да. Много говорим об объединении, все понятно. Мы все с ним согласны. Но дело в том, что для того, чтобы те организации сказали, что как ОСМА и ОКС или другая организация, да, мы согласны. Мы только можем на конференции решить. Это высший орган наших организаций. Правильно. Что сделать? Реорганизовать организацию, предпочитать свое существование, это только Муросъезд, вернее, конференция, высший орган нашей организации. Что касается... Ведь мы сегодня будем избирать сами СОБР. Мне кажется, это как раз то объединяющее звено, которое стоит над всеми организациями, с которыми мы должны работать. И которым доносить свои чайни и мнения, и которое должно дальше работать с правительством. Как вы считаете? Нет. У нас нет решений о том, чтобы поднять вопрос об объединении параллельного. Союз, Российский, Сараба. Хорошо, мы можем поднять вопрос, чтобы сделать организацию. Но тогда мы должны проголосовать, избрать, я не знаю, какого-то, председателя организации, который бы занялся всталом и прочим-прочим. Это не так просто. Взяли, объединили, вот так сошлись и все. Рабочую группу. По проведению съезда, общего съезда, САМА, опять же, или конференции общей, всех организаций. И избрать, создать новую организацию. Только таким образом мы сегодня как бы не можем ее создать. Я хотел объяснить тоже, как бы, с юридической точки зрения, что вы имеете в виду, что там и регистрация при организации знакомых. Дело в том, что если мы сейчас, что повыше, да? Это опять-таки просто идея, я расскажу, как вижу, там уже сами как бы будете думать. Если съезд у нас решает создать организацию эту, там, Союз Российских САМА или СССР, Союз САМА в России. Откуда вы? С СССР, нормально. Вот. Поэтому это будет рассматриваться как учредительный, как бы, съезд, который, как бы, вот эту организацию принял решение создать. Но на этом же съезде, на этом же съезде, я никого не, чтобы упредить обвинение о продавливании чего-то, я в первый раз вижу этот устав, просто скажу, что тут же нужно проголосовать по уставу, если мы создаем СССР. Почему? Хотя бы концепцию его. Потому что тогда он, можно будет его регистрировать. Или придется опять дополнительно создавать собрание или конференцию, чтобы этот устав принять. А по поводу исполнительного органа, который в этом уставе прописан, то Андрей Александрович написал, САМСкое собрание, Андрей Алексеевич, извиняюсь. Собрание САМСкое – это исполнительный орган Союза Российских САМов. Вот такое разъяснение. Поэтому подумайте еще раз и предложение голосовать по этому вопросу Андрея Алексеевича поддерживаю я. Уважаемый председатель, разрешите мне, пожалуйста, буквально, позвольте, я долго не прошу. Пожалуйста, пожалуйста. Уважаемые мои любимые САМы, да, гости, простите меня, пожалуйста, вы, пожалуйста, придите к одному решению. Вас очень прошу, спать хочется и есть хочется. И вас очень прошу, пожалуйста. Да, давайте на голосование. Ну, всем все понятно. Все за то, чтобы вы были в единой организации. Если я правильно понимаю, все за то. Ставьте на голосование. Большое спасибо заранее. АПЛОДИСМЕНТЫ Спать не хочется, дайте слово. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще, где швы, что я раздеваю? Все в одну кучу свалили. Вот здесь, вот что правильно, то есть что? АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще приятно, когда идет обсуждение, когда люди предлагают одно, другое, третье. Это очень замечательно, потому что на самом деле вот в этом и есть живая наша жизнь, которая говорит, что мы не стоим вместе, а мы двигаемся вперед. И мы ищем пути решения. Это очень правильно. Поэтому я думаю так. Ну, тогда подождите, мы в плане там стоим. Вот сейчас я слышу представление вот этих слов как раз от представителей власти. И вот сегодня они пытаются убедить в очередной раз, какие же мы неразумные дети, которые не понимают, что можно по закону, а что нельзя. Я могу прекратить говорить вообще обо всем. Я просто буду слушать, созерцать и быть сопредседателем. Вот и все. И ни отчетов, ни ответов, ни предложений, ни задач, ни будущего нашего, как говорится, что можно предложить. В принципе, будем решать только сами совместным образом. Поэтому я так считаю, и я так думаю, по крайней мере, это мое мнение. Мы сегодня собрались для того, чтобы прийти к одному решению. Прозвучало. Всем очень понравилось, как сказала Ольга Григорьевна. Она говорила это и на втором съезде, она говорила и на первом съезде, что, ребята, нам надо объединиться. Мы объединились. Первым съездом, вы помните, мы объединились. Мы все голосовали за единый выборный орган. И мы уже третий съезд все время чего-то единый выборное выбираем. На первом съезде вы были делегатами, большинство из вас, вы были делегатами. Получается, мы сами себе перечим. Правильно Александр Владимирович сказал, что мы нелегитимны сейчас, мы нелегитимны тогда и нелегитимны на первом съезде. Ну что ж, говорю, мы идем, двигаемся, хоть у нас, как говорится, фермист, но в любом случае мы к чему-то должны прийти. Мне кажется, если когда-нибудь, как говорится, хозяин в доме захотел навести порядок, от него это и зависит. Если мы сейчас захотим этот порядок навести, это от нас зависит. Нас могут убеждать во всем, что угодно. Но если мы хотим объединиться, мы объединимся, правильно? Если нам нужен сальсоба, он будет. Будет сальсоба, он будет. Только вам решать. Только вам голосовать. Но сегодня все-таки было нарушено то право, которое представляется по территориальным признакам, то, что мы говорили. И правильно сказал Юрий Юрьевич, что мы имеем право собрать весь, всех самых, целый съезд. И тогда мы точно решим, что с нами будет. И будет ли у нас этот союз. Давайте решать. Сегодня конференция, готовимся к следующему съезду. Сама, сходу, 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 сходу. Решение съезда, конечно, съезд. Но, еще раз говорю, правильно сказал Александр Валерьевич, что нас 1218, вы правильно посчитали, посмотрели, то, что я посылала эту информацию, как раз накануне в рабочую группу. Рабочая группа не учла, не учла, что 120 человек должно было. Потом Надежда Иванова в комментариях написала, а Валентина Вячеславовна сказала, что 120 должно быть делегатов, а сегодня не 120. Можно я несколько слов буквально скажу? Иван Яковлевич, можно я скажу буквально несколько слов? Ну, пожалуйста. Постараюсь совсем коротко говорить. Сегодня на нашем съезде прозвучали очень хорошие предложения от органов власти, которые нам все очень подробно разъяснили юридически, как обстоит дело, то, чего нам не хватало до сих пор. И мы не знали, насколько правильно мы тогда приняли решение, что создали парламент. И вот теперь нам, разъяснив это, мы должны было услышать и уже не сомневаться, а принять это правильное предложение и создать союз российских саамов. Вы можете представить, что это будет не только Мурманская область, но и всей России. А у нас саамы во многих местах живут. Вы понимаете, на какой уровень мы можем подняться, в отличие от того, что мы сейчас имеем. И вот это единство гораздо лучше и больше значит. А поэтому давайте не спорить, а давайте проголосуем. А устав можно будет отредактировать. Его нет. И потом. Его нет. Дали как проект. Ну и что? Начало положено. Это всегда можно до конца решить в ходе. Для этого будет рабочая группа. Ничего страшного. Доработаем. Давайте быть умнее. Спасибо, Екатерина Николаевна. Мы будем продолжать премию и мы будем голосовать. Прощаем. Прощаем голосование. Кто есть? Да. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. У меня вопрос. Я достаюсь. Сейчас, минута. Наталья. Не слышу. Ну еще два человека и все. Скажите, пожалуйста. Скажите, я только спросить у всех хочу. Если мы хотим создать союз российских самов, то тогда я полагаю, в каждом населенном пункте России должно быть отделение самов. Мы сможем сейчас это осилить? Или же нужно говорить о союзе кольских самов или союзе мурманских самов? Мы сейчас говорим об объединении и мы можем только сказать о рабочей группе, об этой работе, потому что я, например, не могу сказать, я должна собрать свою конференцию. Мы должны собрать с автономией, которую мы сегодня направили, там, Манчегорская, Апатийская, да, то есть мы должны собраться в региональной автономии. Мы не можем сейчас принимать решение об объединении. Мы можем только собрать рабочую группу, которая будет работать над совместным уставом, да, и в соответственном положении. То есть сейчас принять решение именно об объединении мы не можем. Это мы не можем даже юридически, не потому что я вот этого не хочу. Рабочая группа, да, это одно. По созданию другой организации. Мы же все делегированы, но это и конференция. Конференция, такие вопросы решает. Конференция. Каждая организация по уставу конференции. Сейчас, как вы сказали, что вы потом примете решение. А какое решение? Мы сегодня принимаем решение вот с ходу, с бухты, с барахты, не обсуждая внутри своих организаций, что мы должны создать еще одну форму, новую форму общественной организации, которая как бы всех нас будет под одну крышу собирать. Чем же вам всем не нравилась та форма, которая была предложена на первом, на втором сезе, создание народом избранного органа. Мы сегодня не народным избранным органом будем создать, а создадим, если вы примете решение, как говорится, это ваше желание. Не народным избранным органом мы сегодня будем избирать, а создадим еще новую организацию, которая не предоставила лично, я лично, без упреждения устава, не собираюсь голосовать. Может быть, я буду в единстве. Да, это мое право, мое личное право, я человек, я уважаю себя. Если меня уважает, вот Агеев, он написал устав, разножки дайте всем, мы почитаем устав с удовольствием, обсудим положение этого устава. Это и так было. Тогда, когда мы создали свою ассоциацию, у нас был создан устав, который обсуждался, было положение, об этой организации создан, обсуждался, и был разработан, 25 лет тому назад, был разработан план действий. Не надо меня перебивать, пожалуйста, у вас тема. Союз, Российский Союз. Поэтому я еще прошу, уважаемый член Ассоциации джекольских самов, ООСМ, Чепи сам здесь присутствует, сам Нурыш. Мы должны провести, прежде всего, учредительные внутри себя конференции, затем с этими документами выйти к созданию новой общественной формы организации. Но это будет не народом избранный орган. Чем не нравилось? Это то же самое было. В конфликт нас ввела, в конфликт нас ввели наши же власти, когда у нас был создан народом избранный орган, в пик уже 16 человек пишут письмо губернатору Мурманской области, что они согласны с народом избранный орган, давайте создавать совет уполномочек. Это наша с вами история. Мы через это прошли, через эти пеньки побегали. Потом власть манипулировать с нами, как хочет. Мое предложение сегодня не разбирать этот вопрос. Всем, если хотите, мы проведем конференции свои и уполномочим создать новую форму организации. Но при условии, что будет предоставлен устав этой новой создаваемой организации, как там в мешке нам не надо. Было много? Уважаемые друзья. Я одну минуту только, извините, пожалуйста. Было сказано, да, два человека, и все. И мы заканчиваем все эти разговоры. Но извините. На самом деле нам объяснили, что есть, что и что почем. Мы вроде как все поняли. И вот когда начинают, выходят, тут и начинают говорить. Собрание, СОБР, СОБР, СОБР. СОБР это парламент, но СОБР это совершенно другая вещь. Спасибо тем людям, которые на самом деле пытаются объяснить и достучаться до нас. Люди, поймите и сделайте свой правильный выбор, свой правильный шаг. Вам жить дальше, а молодежи идти за нами. Так, говорим по делегатам. Мы не против АНФИСа. Мы что-то уже тут. Я пояснил. Даем слово. Еще потопайте ножками. Нет. Нам предложили, я делаю акцент на то, что мы все-таки должны выбрать людей по тем пунктам, которые нам предложили в программе. Выберемся. И тогда я сейчас скажу еще, опять же, от своей организации. Мы можем выбрать только рабочую группу. Все. Не больше. Уважаемые делегаты, давайте вы пока подумайте, а мы продолжим работу на съезде. У нас была повестка. Давайте по повестке решаем. Мы пройдем по повестке, все решения примем. И дальше будем принимать решения. Иначе мы сейчас в тупик зайдем. Как в тупик завелись уже? Сейчас сначала голосуем, а то забудем. А что забудем? Валя, не ты, пожалуйста, в туристике. Не надо возить на то, что. Валя, не надо голосовать. Голосовать. Ну, что он сунет на сцене, а? Честно говоря, впереди вот этого предложения. У нас было 10 предложений, за которые мы должны голосовать. Давайте соблюдать хотя бы то, что мы приняли на этом съезде уже. Давайте сначала то, что мы приняли, а не потому что, что подсунули. По ходу делаем. Я говорю, можно подумать немножечко? А пока голосуем по тем вопросам, которые мы уже решили и приняли за ней голосовать. Они уже уходят назад, назад, назад. Поехали, работай дальше. Беги хорошо собрать. Значит, у нас в повестке дня были решения второго съезда. Выступление было, да? Краткое. Или будет выступление еще? Не будет. Было, было. Не будет. Значит, выбор делегата в рабочую группу.